Привет, друзья! Сегодня у нас с вами канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Олег, ну и соответственно мой хвост Акбар. Сегодня у нас такой хозяйственный блок. Короче, сломалась у меня стамеска. Работал я стамеска, вот трещины пошли. Здесь трещины пошли. Видите, я уже ее сделал как-то. И вспомнил я просмотренные видео про различные бутылкорезы. Могу сказать, что это изобретение не мое. Даже в таком виде, в каком вы сейчас его видите, почти многие, большинство из вас слышало про эти бутылкорезы. В общем, я так подумал, что выложу я на свой канал тоже, может кому-то пригодится. Вот для того, чтобы починить эту стамеску, так же, как отвертку можно, топор можно обмотать, да? И потом сделать термоусадочной пленкой, обмотать, обработать теплым воздухом, она сожмется. И теперь уже эта стамеска, эта трещина уже точно никуда не пойдет. Так же, как предостережет ваш топор, колонок, различных сколов, когда будут стукаться, ничего с ним не будет. Изоляцию на рукоятке, пассатиш и так далее. То есть, все можно сделать при помощи вот такой термоусадочной пленки, веревки, которую вы можете изготовить из обыкновенных пластмассовых бутылок. Вот я уже сделал здесь, видите? Было молоко, молоко я выпил, соответственно, сделал вот такую вот термоусадочную пленку. Ну, давайте сразу перейдем к этому, как оно работает. Вот он, сам бутылкорез. То есть, пробка из-под молока, вот я выпил молоко такое. И теперь, как это работает? В отличие от некоторых видео, немножко сложнее, но зато проще в изготовлении. И все всегда находится под руками. То есть, вот у нас есть терминка. Мы это дело вот так вот тащим. Главное, чтобы все это было острое. Вот. Вот она, видите, готовая. Теперь, что же из себя представляет эта бутылкорезка? Вот эту бутылку все можно размотать в течение одной минуты. Я это отложу пока в сторону. Не надо, да, кбар? В чем еще универсальный заключается? То есть, смотрите, принцип очень достаточно простой. Бьете вот такую пробку, можете взять пробку из-под узенькую, то есть, полуторалитровой бутылки какой-то. Прорезаете ее напополам, вставляете нож. Главное, чтобы этот нож был острый. И в зависимости от того, какое вы расстояние здесь выберете, да, то есть, это будет ширина вашей ленты, пак ленты вот этой вот. Соответственно, вставляете нож. Вот здесь пошире будет. Вот здесь будет поуже. То есть, вся сложность заключается для того, чтобы проделать вот это вот отверстие. Ну и теперь, соответственно, давайте сделаем сам бутылкорез. Как он работает, вы поняли. Вот у меня бутылка из-под молока. Молоко фермерское, вкусненькое. Беру я пробку. Вот мне такую зять колоду подогнал. Хорошую. Теперь моя задача разрезать напополам эту пробку. Желательно ровно напополам. Тут вот центр есть, его видно. Там еще, видите, бортики есть, их тоже нужно разрезать. То есть, внутри пробки есть еще бортики, их тоже желательно разрезать. И чуть-чуть надавить здесь. Внимаем пополам. Вот она согнулась. И теперь вот это вот расстояние, вот здесь будет бутылка ограничитель. Вот эта вот серединка является ограничителем бутылки. Сделайте дальше, лента будет шире. Сделайте ближе, лента будет уже. Самое сложное здесь, это пробить серединку. То есть, так ставим здесь же край, да? Допустим. Мы изначально будем ставить здесь. Вот так нормально. Я делаю под ширину вот такого пак-ножа, вот такого вот канцелянского ножа. Такой тут 9 миллиметров. Такой канцелянский нож в магазине стоит 3 рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok